Продолжение следует... Начать хотелось бы с неких общих рекомендаций, которые были даны Рособранадзором. И они касаются не только подготовки к ВПР по русскому языку, но также и подготовки к ВПР по математике и окружающему миру. Что же это у нас за такие были рекомендации, данные Рособранадзором по результатам уже прошедших всероссийских проверочных работ по предметным делам? И, конечно же, в первой строке это рекомендация сосредоточить особое внимание, особые усилия направить педагог должен на формирование, укрепление даже уже сформированного навыка смыслового чтения. Действительно, это проблема проблем. Это касается не только выразительного чтения, как некоторые педагоги понимают, что это проявление артистизма, это скорость чтения и так далее. Имеется в виду именно смысловое чтение, то есть ребенок должен понимать, он должен сосредоточиться даже при работе с текстом, сосредоточиться именно на том аспекте, о котором его спрашивают по содержанию данного текста, научного ли, научно-популярного ли, текста художественной литературы. То есть это касается не только предметных линий русский язык, литературной чтения, но это касается напрямую, конечно же, и предметов всех, которым обучается ребенок. Математика, окружающий язык. Потому что, допустим, во всероссийских проверочных работах по математике много ошибок даже не от того, что ребенок не знал или не усвоил какие-то предметы, необходимые знания или мнения, но просто даже потому, что он не понял, о чем его спрашивают, то есть что он должен сделать, то есть он не понял суть вопроса, то есть по существу не понял содержание вопроса. То есть вот это неумение осмыслить, прочитанное, конечно же, является проблемой проблемой. Это глобальная задача. Работать, еще раз повторю, конечно, нужно не только с художественными текстами, но и с научно-популярными текстами, даже, я бы сказала, с практико-ориентированными текстами. То есть учитель должен акцентировать свое внимание педагога и акцентировать внимание детей именно на том, что они должны вычитывать, вычерпывать именно нужную информацию. То есть они должны работать именно на тот аспект, о котором спрашиваются. И еще один момент, о котором было обозначено в рекомендациях Рособорнадзора, это именно некая такая практико-ориентированность, если в общем об этом сказать. То есть нужно учить детей читать так текст, чтобы он мог в этом тексте выявить для себя вот именно те важные, практические, содержательные части. То есть он должен понимать практическую направленность этого текста. Повесни, допустим, дать целевое задание. Пойди, посмотри режим работы пункта проката. Если дети возвращаются, мы задаем им вопрос со скольки до скольки. Понятно, на этот вопрос ребенок даст ответы, потому что это то первое, что он именно вычерпывает в данном, опять же, мы в особом формате и тем не менее по тексту будем так говорить. Далее, если мы зададим вопрос, какие, допустим, дни являются, выходные и так далее, на этот вопрос он тоже даст ответы. Или, допустим, третья позиция, режим работы в субботу, короткий день, ну и так далее. Или, допустим, режим работы в воскресенье, может быть, короткий день, он уже вот этот момент может выпустить. То есть это умение, опять же, акцентироваться на важнейших практических или практиконаправленных составляющих вот того. Пусть я еще раз говорю, конечно, я очень условно это называю режим работы текстом. Это, конечно же, некий такой сурроган, будем говорить. Но, тем не менее, это тоже умение ребенка, еще раз говорю, акцентировать свое внимание на самых важных практических моментах. Также и при работе с любым текстом. Хорошо. То есть, еще раз, для тех, кто у нас подключился, работа с информацией, практика ориентированной задачи, это для нас остается проблемой проблемой, и об этом было сказано в рекомендациях Рособорнадзора. Если мы еще посмотрим на наши всероссийские проверочные работы в плане содержательном, то мы, как учителя практики, сразу скажем, появилось в содержании всероссийских проверочных работ по любым предметным линиям. Именно такие типы заданий, которых в наших учебниках чаще всего нет. Что делать в этом случае? Ну, конечно же, осваивать эти типы. И какие могут быть общие в этом случае рекомендации? Конечно, учить также смысловому чтению. То есть, читаем задачу. Нужно следующим шагом интерпретировать эту задачу. То есть, интерпретация, если мы поясним смысл этого понятия, то это толкование. Это по существу разъяснение, это, как мы еще говорили, своими словами. То есть, нужно разъяснить смысл задачи каждому ребенку. То есть, он должен это сделать сам. И спрашивая в таком случае одного, другого, третьего ребенка, вот она наша группа детей с трудностями, вытаскиваем их вот на эту интерпретацию, на том уровне, на котором это возможно. Для детей, еще раз повторю, данной группы, группы риска, как мы их называем. Если мы вот будем работать с этими детьми в этом направлении, то мы дадим им хотя бы шанс понять смысл того задания, которое им предлагается выполнить. В данном случае, наша сегодняшняя тема выполнить в процессе работы над всероссийскими проверочными работами. То есть, мы занимаемся этим, вот в данный момент подготовки. Я сейчас говорю, конечно же, о четвертом классе прежде всего, потому что для них сейчас уже остаются месяцы. Ну, а для учителей, которые абсолютно правильно начинают подготовку к всероссийским проверочным работам по существу с первого класса, вот эта система работы по интерпретации, она должна быть для них просто, ну, непререкательной. То есть, это закон их работы. Ну, и это, допустим, текст задачи. Но мы точно так же работаем и с текстом правил, которые, это уже, мне кажется, даже не стоит обсуждать. Но, сегодня это говорится во всеуслышании, вовсе не обязательно заучивать вот так, как они прописаны в учебниках. Я имею в виду начальную школу, даже, может быть, первый, второй, третий классы. А в основной школе дети уже сами дойдут до осознания того, что правило – это не только инструкция. Вот то, что инструкция, это мы осваиваем в начало. То есть, вот эта пошаговость, вот этот алгоритм, который необходимо пройти для того, чтобы решить или орфографическую задачу, или грамматическую, и так далее. А в основной школе ребёнок уже поймёт, что, а ведь у нас есть вот такая формулировка, которая даёт нам возможность кратко вот это освоить. То есть, они сами выходят на необходимость, на потребность звучить это правило для того, чтобы вот эту пошаговость, этот алгоритм представить в краткой форме. В форме уже сформулированного учёными, металлистами и так далее правилом. Здесь ребёнок должен нам не... Почему я сейчас об этом говорю? Потому что, по-моему, вы со мной там за экраном согласитесь. Если давить на детей, заучивая, 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 они заучивают, но заучивают как? Вот в начальной школе. Об основной сейчас вообще не говорю. Они заучивают это как стишок, как некую песенку. Больше того, даже стишок, песенка какой-то смысл имеет. А здесь для них создаётся какой-то звуковой образ. И вот они его как будто бы пропевают. Не вдумывались. А нам-то нужно осмысливать, чтобы ребёнок осмысливал это правило. То есть, нужно именно продуцировать, я бы даже сказала, смысл правил самим ребёнком. Вот что такое интерпретация. И своими словами рассказывает один, рассказывает другой, рассказывает третий. Что получается? У нас получается, что одно правило может быть рассказано в неких разных форматах. Но об одном и том же. Это тоже очень интересно, потому что мы можем здесь сравниться, поставить. А почему вот так? Рассказал один ребёнок, а другой совершенно иначе. Допустим, они приводят обязательно свои примеры, а не те заученные, которые в рамках наших учеников заложены уже. То есть, это тоже элемент интерпретации, но интерпретация именно глубинного смысла этого правила, когда это проявляется уже в подобранных примерах и даже с указанием, если это орфограмма была, то, соответственно, корень и так далее, буквы, которые необходимы нам, выбор которых нужно осуществить. То есть, вот это предъявление о существу знаний в самых разных формах. То есть, я вышла сейчас ещё на один момент. Это может быть даже в виде диаграммы, это может быть в виде таблиц, это может быть в виде схемы. Ведь это тоже один из вариантов того, как ребёнок расскажет это правило, если он одновременно чертит. Вы можете это в высочайший уровень осмысления. Вот об этом я сейчас и говорю. То есть, это всё включается в интерпретацию. Но теперь уже знание, и, соответственно, мы видим некие вот сформированные даже умения сжать информацию, представить её на уровень логического осмысления, то есть в виде схемы, моделей, таблиц и так далее. И вот здесь тоже сразу перейду ещё к одной рекомендации Рособорнадзора. Вот стараться учителю давать возможность детям и предъявлять свои знания, и им, детям, предъявлять новую информацию в разных форматах, для того, чтобы ребёнок умело оперировал вот этими разными формами представления информации, и, соответственно, своей информации, свою информацию он мог представить вот в таких форматах. То есть умелое использование вот этих форм. А для этого, мы уже сейчас приводили пример режима работы, это тоже особый формат представления информации. Это всякого рода расписание. Расписание – это вообще замечательный момент, который должен обязательно присутствовать на уроках математики, потому что это соотносение времени на наручных часах, которые сейчас практически у каждого ребёнка есть, и времени в этом расписании. А на какие электрички или поезда мы успеваем, а какие уже ушли. То есть вот это, опять посмотрите, здесь вот сходится несколько наших вот этих позиций, ведь это и практика ориентированности. Вот к чему призывает нас, и, конечно же, всеми нами любимый, почитаемый, Рособорнадзор. Да и мы понимаем, это я, конечно, шучу так легко, но мы сами понимаем необходимость вот по такой направленности нашей с вами работы. То есть по существу вот практика ориентированной задачи, привлечение разных форм. Здесь не только математика, ведь у нас тема, вот она у нас обозначена, русский язык. В русском языке как много завязано на схемы и модели, даже и задания, о которых мы сейчас будем говорить. Да и вообще для общего развития ребёнка, для умения логически простроить свои ответы, поработать с содержанием текста и так далее. То есть то, о чём я уже сегодня успела сказать. Ведь это всё также будет завязано на то, что репроучитель умело вводит вот эти формы работы в свои уроки. Не только подготавливая всероссийским проверочным работам, но и давая вообще ребёнку развиваться в плане мыслительной деятельности, в плане развития мыслительной операции. Что ещё хотелось бы сказать в дополнение вот к этим рекомендациям? Учить детей исправлять свои работы. Вот, к сожалению, работы всероссийских, ну, конкретно работы детей, этих всероссийских проверочных работ показали, что дети не исправляют, потому что боятся, первое, исправляют это грязь, это уже нехорошо, это уже минус в работе. А самое главное, мы не умеем это делать. То есть учитель просто не научил этому. Значит, следовательно, это одна из задач для учителей четвёртых классов сосредоточить внимание и на этом аспекте подготовки к всероссийским проверочным работам. Больше того, мы сегодня немного на этом остановимся, чуть позже, но хотелось бы сказать, что нужно формировать в детях осознание того, что черновид – это важный элемент образования, что исправление – это важнейший момент самоанализа, самообучения. То есть это не стыдно, а это очень даже хорошо, если ты нашёл свою ошибку и её вовремя исправил. То есть вот на эти моменты хотелось бы обратить внимание, где мы, это наши вопросы, они, в общем-то, совершенно для нас понятны и однозначны. Давайте сразу перейдём к нашему информационному порталу ВПР Статград, на котором, к сожалению, до сих пор у нас нет демоверсий всероссийских проверочных работ, которые состоятся в 2019 году. То есть мы даже не знаем ни сроки точные, ни демоверсии. Значит, что тут остаётся, какие дать рекомендации? Работаем с образцами проверочных работ и с описанием проверочных работ, в данном случае русскому языку, 2018 года. То есть используем их для подготовки как основу. И сидим на сайте ежедневно, то есть входим, смотрим, появилась ли новая информация или её пока нет. Особо я думаю, что, наверное, волноваться ещё не стоит, что какие-то у нас появятся совершенно новые, кардинально изменяющие ситуацию, задания. Я думаю, что такое вряд ли возможно. Но, тем не менее, давайте будем всё-таки внимательно относиться к тем материалам, которые у нас здесь. Итак, давайте мы посмотрим сегодня в нашем разговоре те задания, которые у нас были. и подумаем, какие трудности при выполнении этих заданий у детей возникли, и, соответственно, как же мы можем простроить так называемую коррекционную работу, которая поможет детям справиться с трудностями, возникшими у детей, писавших до них. Итак, что здесь может быть однозначно рекомендовано, особенно для учителей, конечно, четвёртых классов? Это вот вышедшие уже в издательстве просвещения и переизданные, вы видите, новые издания, да, всероссийские проверочные работы, потому что здесь внесены некоторые были изменения, на них стоит тоже обратить внимание. Это то содержание, которое поможет учителю четвёртого класса сосредоточиться именно на подготовке к всероссийским проверочным работам. Это не задание клоны. Будьте, конечно, в этом отношении чрезвычайно внимательны и осторожны, потому что у нас сейчас, к сожалению, полки книжных магазинов завалены этими пособиями, которые просто клонируют наши демо-версии всероссийских проверочных работ. Почему? Вот об этом и сегодняшний наш разговор. Первое, что вы должны, на что обратить внимание, почему я рекомендую, настоятельно рекомендую вам именно эти пособия. Первое, всероссийские проверочные работы. И вы уже видите, что это пособие от самих. И такое же равно пособие в той же серии математика и окружающий мир. Это разработчики всероссийских проверочных работ. Я думаю, что к этому нужно относиться чрезвычайно внимательно. То есть, какие предлагаются задания самими авторами ВПР для того, чтобы успешно дети справились с теми заданиями, которые они вам предложат на момент начала всероссийских проверочных работ. И русский язык – это ледно юрина комиссара. Итак, Марина Ивановна Кузнецова со своим пособием, готовимся в всероссийской проверочной работе «Русский язык. Рабочий тетрадь» дает нам возможность систематизировать и обобщить материал, изученный за все четыре года обучения ребенка в начальной школе. То есть, это целый подбор очень интересных и разных по виду тренировочных заданий. Вот все сегодня мы это с вами попробуем рассмотреть. И о чем хотела бы еще сказать, что эти пособия подходят, ну, поскольку автор ВПР с одной у нас стороны, а с другой стороны это старший научный сотрудник отдела начального образования Института стратегии развития образования Российской Академии образования, это Марина Ивановна Кузнецова, то это уже, конечно, само говорит на себя, насколько научно, методически, с точки зрения требований стандарта, именно стандартизации, то есть задания все отвечают вот тем блоком, блок базовый уровень и повышенный уровень сложности в заданиях здесь полностью соблюден, будем так говорить. Ну и давайте посмотрим на то, какие рекомендации дает Людмила Юрьевна Комиссарова как автор ВПР, да, один из авторов, разработчик сервисных проверочных работ, какие она рекомендации дает по тому, как в четвертом классе организовать систему подготовки всероссийской проверочной работы по русскому языку. Из чего начинать? Вот сама структура пособий уже говорит о том, как первое начать с диагностики, потому что диагностика нам сразу даст, позволит выявить учащихся, группу учащихся, отдельных учащихся, которые не достигли вот того или иного планируемого результата. То есть мы их сразу распределим на, ну, по опыту, у вас может быть это немного по-другому, а по моему опыту, на три группы. Конечно, это высший уровень, те, кто у нас являются обувенными детьми, способными детьми, это понятно. Это уровень с очень крепким, хорошим освоением базового уровня и с выходом на выполнение ряда заданий повышенного уровня сложности. И, наконец, ребята с трудностями. То есть нам необходимо вот распределить детей именно в таком порядке для того, чтобы, первое, подобрать группу необходимых тренировочных заданий для коррекции возникших трудностей, для коррекции тех, решения тех проблем, которые мы выявили. И, соответственно, диагностическая работа и вот всё то, о чём уже сейчас я сказала, позволит учителю провести некую корректировку рабочих планов четвёртого класса. То есть я, соответственно, распределюсь и по часам на какую-то тему, которая освоена практически всеми детьми достаточно успешно. Естественно, я могу количество часов подсократить для того, чтобы освободить часть часов и перекинуть на тему, которая вызвала особые трудности практически у всего класса. Ну, это, конечно, мы уже знаем, какие темы. Это всё, что связано у нас с орфографией и всё, что связано у нас с, да, развитием речи. Наше текстовое умение задание на выявление уровня спортированности текстовых умений. То есть вот это всё нам даёт именно диагностическая работа. Все вот эти содержательные моменты для того, чтобы потом проанализировав, простроить систему работы. И, наконец, тематические задания по всему курсу. Вот давайте посмотрим на содержание этого пособия. Ещё раз говорю, Людмила Комиссарова, один из разработчиков всероссийских проверочных работ. Посмотрите, что, какие разделы она даёт. Звуки, буквы, произношения. И мы уже сразу определяем, какие это задания в ВПР, да. Состав слова. Ещё есть задания. Части речи. Три задания. Предложение пунктуации. Это второе, третье задание первого дня всероссийских проверочных работ по русскому языку. Орфография пунктуации. Ну, это, конечно, это диктант. И это, конечно, проявление сформированных орфографических навыков при выполнении заданий, всех остальных заданий, всероссийской проверочной работе. Потому что ребёнку нужно выписать это слово, а его нужно выписать, допустим, без ошибок. Или записать свою мысль, а её записать нужно без ошибок. А это проявление сформированности орфографических навыков. И, конечно, текст, лексическое значение слова. Сразу хочу обратить внимание ваше на то, что вот этот раздел это самый большой раздел данного пособия. Ну, поскольку он ещё является самым проблемным. О чём Комиссарова, конечно, очень хорошо знает. И, конечно, вся вот эта подготовка, она должна быть закончена и по мысли Комиссарова, разработчика ВПР, да и по нашей мысли практиков, учителей, закончена некой проверочной работой, которая будет максимально приближена к всероссийской проверочной работе. Это будет некий такой прогон, некая генеральная репетиция перед написанием ВПР. На 92% у Комиссаровой проверочной работы приближены к всероссийским проверочным работам. Но они не являются вот этой работой клонами. То есть вы увидите, что даже в формулировках есть некий такой вариант. Будем так говорить. Итак, диктовка, диктант. Мы понимаем, что диктант проверяет традиционное, базовое, правописное умение обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при этом при письме все изученные изученные орфографические и пунктуационные нормы. Конечно, здесь проверяется навык аудирования. То есть адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации. То есть когда дети каля-баля не пишут часть одного слова другого, компонуют и что-то свое образовывают и записывают. То есть это вот те три основных позиции, которые проверяет диктант. Одна из проблемных задач, одной из проблемных позиций, что-ли, это диктант. Он был и есть и будет видимо проблемы. Потому что если говорить о цифрах, о процентах, только ну выше тридцати вот примерно тридцать два тридцать четыре процента успешности написания диктанта. То есть это треть. Это конечно очень низкий процент. Почему трудность? И мы вот пройдя по тем задачам, которые я только что обозначила, уже можем сказать, ну первое, это у многих детей конечно недостаточно сформированы орфографические навыки, трудности это первое. Далее второе это диктовка чужим человеком, то есть нужно суметь сориентироваться на этого диктующего, но самое это главное это восприятие на слух вот этого текста. То есть недостаточно сформирован навык аудирования. Методика проведения диктанта очень хорошо прописана именно в образце проверочных работ, которые у нас вот я сегодня на сайте обращала ваше внимание. Будем брать из восемнадцатого года и пока с этим материалом работаем. То есть первое чтение это обязательно арфоэпическое чтение учителем, арфоэпическое произношение, выразительное чтение для того, чтобы ребенок вообще понял о чем будет этот диктуемый текст. Далее второе чтение конечно же здесь читаем по отдельным предложениям. Далее вот многие говорят ну а вот если очень длинные предложения все-таки для нас у нас дети с трудностями больше 50% в классе дети с трудностями как бы ну коллеги ну как быть у нас уже наработки есть. Значит мы должны поделить это предложение недолгой паузой для того чтобы выделить вот эти смысловые куски. Но я сразу делаю вот такой намек. При подготовке к диктанту ведь у нас есть несколько минут для того чтобы подготовиться прочитайте его и вот эти смысловые куски сами для себя определите. Это поможет детям успешнее написать диктант. Потому что очень много еще раз повторю зависит от того как вы будете диктовать. Конечно мы не можем диктовать орфографически. У нас даже вот в этой методике проведения диктанта обозначенной в демо-версии прописано орфографически читаем только то что не изучал. Ну в общем-то диктанты даются в основном без вот подобного такой необходимости это делать то есть читать орфографически. Но что в этом случае поскольку чтение будет орфоэпическим в основном тренировка мы надиктовываем эти диктанты это всегда было у нас мы этим занимаемся начиная с первого класса и в четвертом классе у нас конечно же есть возможность потренировать детей. Вот вы подготовили какой-то диктант для контроля ну условно может быть для контроля для вашего может быть даже личного контроля не говорю там какие-то срезы и так далее это сейчас другая история другая песня мы говорим о нашей системе подготовки если у нас больше 50% детей с трудностями ну что нам нужно сделать и опять на своем опыте потренировать то есть тренируемся в написании то есть мы анализируем мы объясняем мы записываем может быть не весь вот тот диктант который у нас будет а кусками то есть мы проводим серьезную подготовительную работу и только потом мы будем записывать этот диктант в режиме контроля и сразу обращаю внимание вот на то что отметила здесь это конечно из пособия Людмиле Юрьевне Комиссаровой она предлагает для тренировки текст диктанта вот это то о чем я говорила то есть мы можем даже с детьми вот особенно я говорю еще раз если класс с трудностями вот как был у меня зрительно подготовить то есть мы работаем с этим текстом мы по существу объясняем каждое слово в котором есть орфограмма мы можем поделить еще раз говорю на кусочки мы можем потом записать и потом что здесь после записи проверь себя так вот это еще один очень важный момент как на который следует обратить внимание в четвертом классе обязательно первый второй третий я даже об этом не говорю потому что мы постоянно начиная с первого класса мы занимаемся формированием навыков умения у ребенка осуществить самоконтроль того что он выполнил на русском языке конечно проверить написанное вот этот вопрос как еще сегодня тоже у нас должен обязательно прозвучать давайте посмотрим следующий момент что предложено комиссаровой вот в этом отношении списывание и она предлагает для вот того чтобы осуществить вот это контрольное списывание с элементами видите вставки пропущенных букв пропущенных знаков пропинания тексты и и ребенок может опять же проверить себя по исходным текстам для списывания она предлагает вот этот материал как одно из упражнений для подготовки к диктанту вот на это еще обращаю ваше внимание и так списывание вот диктанту еще раз говорю мы чуть-чуть позже вернемся списывание одна из наиболее серьезных проблем выявленных в ходе всероссийских проверочных работ по русскому языку в четвертом классе учитель думает что все дети уже умеют списывать коллеги многие задания ВПР показали что дети об этом забыли то есть о том как как это делать правильно здесь конечно же это должны быть у нас памятки о которых чуть-чуть позже и так диктант орфографические умения которые проверяются в диктанте и первое это умение видеть орфограмму то есть орфографическая зоркость действительно когда ребенок сталкивается с неким моментом выбора какую букву писать это уже элемент чего да это элемент орфографических навыков то есть он проявил зоркость он видит это место в слове где ему нужно осуществить выбор выбор какую букву написать и следующий момент конечно же который идет за тем когда возникает этот выбор нужно опознать то есть а какие признаки вот в данном месте слова что это у нас это у нас безударный гласный звук буква безударного гласного звука или это парни по глухости злобности согласный звук буква которая обозначает парни по глухости злобности согласный звук вот они выход на признаки орфограммы это тоже коллегия вот что включается в первую позицию вот оно проявление орфографической зоркости то есть если мы начиная с первого класса научим детей слышать видеть в слове то место где нам нужно выбрать для написания букву выбрать букву для обозначения звука если мы научим детей уже вглядываясь в это место видеть условно признаки орфограмм то есть безударность или ударность это у нас сразу как отлетает или парни по глухости злобности согласный на конце слова например это уже признак орфограммы мы выходим на второй уровень смотрите мы учим детей устанавливать тип орфограммы то есть а тип орфограммы это правописание безударных гласных в корт например или ну и так далее там чувство сляноспармами по глухости согласно которое означает с имписьмом буквами в том или ином месте слова следующий шажок вот сейчас мы вот эти четыре орфографических умения я трачу на это время наше драгоценное я разбиваю это на важнейшие позиции которые мы должны извините за вот такое слово обкатать в четвертом классе обязательно ну а первый второй третий это у нас система работы так далее после определения типа мы идем куда мы идем на правила то есть мы к этому типу орфограммы безударной допустим буква правописания безударной гласных корней да мы подбираем соответствующие правила мы вспоминаем мы ориентируем детей на это правило они сами естественно в четвертом классе ориентируются соотносим теперь вот то что у нас есть слово ли слова ли мы соотносим с этим правилом и идем по той инструкции по тем шагам которые обозначены в этом правиле то есть мы по существу применяем это правиле мы верно выполняем вот эту пошаговость решения и это еще не все потому что вспомните когда какая-то работа выполнена ну что делать так быстренько все проверили так ты почему не проверяешь ну почему я же вижу что ты не проверяешь ребенок сразу опускает голову он проверяет голова опущена то есть это вот тот формальный подход вот к этой четвертой важнейшей позиции которая является комплексной в ней все сосредоточено будет все три предыдущие позиции они все будут сосредоточены в четвертой позиции коллеги я обращаю ваше внимание вот на этот важнейший слайд ну что давайте посмотрим на прежде всего орфографическую зоркость вот что я хотела бы здесь еще вам сказать о чем как происходит что происходит вообще в каком порядке происходит вот некая работа в голове ребенка когда мы просим его записать слово ну слово допустим слово сад или там не знаю слово вода и так далее вот я предлагаю вам сейчас записать слово рангоут рангоут пытаются Безударный гласный звук, выбор, непарный звонкий, доверяю, пишу смело. Н, рангоут, рангоут, г, рангоут, г, 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 позиция перед гласным, доверяю, то есть помните, у нас научное есть понятие сильная позиция звука, пишу г. И так далее. Вот так мы перетряхиваем, перебираем каждый звук, оцениваем позиционно каждый звук. И таким образом мы что, какие орфограммы выделили в этом слове, и вы сейчас, вероятнее всего, в своих рабочих материалах это и отметили. Это орфограммы. Да, буква безударного гласного в корне, и это парный согласный, буква парного согласного на конце слова, потому что рангоут или рангоут. Да, что это такое? Я нарочно подобрала вам вот такое слово, которое вы вряд ли вообще в своей жизни используете или использовали. Это морской термин. Система балок, мачт для укрепления всякого рода сигналов, сигнальных флажков и оборудования на сумме. Вот что такое рангоут. А для детей вот этот рангоут, это каждое слово, которое вы им диктуете. Вот что мы должны понимать. А раз это рангоут для детей, то тогда он должен каждое слово, по идее, мы должны этому научить, перетряхивать по вот этим звуком, позициям в слове. И мы по существу учим детей позиционно оценивать каждый звук. Вот на что должна быть направлена работа в четвёртом классе особенно. Ну, в связи с нашим разговором. А вообще она идёт с периода обучения грамоте. Вот, кстати, можете обратиться к моему вебинару в архиве. Вот это и есть умение замечать архограмму. Те случаи письма, соответственно, где при едином произношении, как у нас вот здесь написано, возможен выбор возможен. Разное написание. И на это тоже обращаем внимание. Что если другую букву напишем, у нас может замениться смысл слова. Выход на куст родственных смыслов. Вот они, памятки. То есть вот это один момент, на который я хотела бы, конечно, ваше внимание сосредоточить. Памятки, которые должны быть в четвёртом классе нами, как говорится, привлечены на урок. Как правильно списывать предложение. Это памятка второго класса Вантин Павловны Канакиной, учебник русский язык, школа России. Здесь у нас, мы видим, вот вы сейчас меня слушаете, а сами эту памятку, во всяком случае, пятую, внимательно читаем. Мы видим, что здесь автором сделано вот такое важное решение сделать списывание осмысленным, сознательно регулируемым. Обратите внимание, здесь указано, что первое чтение понят смысл, о чём. То есть читаем орфоэпически. Второй, вторая позиция, второй пункт говорит нам о чём. Что нужно прочитать орфографически, как написано. Здесь же найди в словах буквы, а по существу это что у нас? Это те опасные места, те орфограммы. То есть по существу мы должны проанализировать вот тот рангут. Вот он у нас здесь должен появиться. Перетряхнуть эти слова по характеристикам звуков, соответственно, соотнести с признаками орфограмм. Выйти на эти признаки, соотнести с типом орфограмм. Пройти по правилу и подобрать проверочные слова. Вот, вот это всё у нас, видите, умещается в этот второй пункт по существу. Третий. Что такое повторение, заглядывая в учебник? Почему это очень важно? Да потому что здесь мы формируем буквенный образ слова. Затем диктуем себе в этом же третьем пункте, опять, орфографически. Когда повторяем, не заглядывая в учебник, мы вот здесь очень хорошо бы добавить. Повтори и скажи так, как написано. Мы повторяем именно орфографически. Затем диктуем орфографически. На это акцентируем внимание детей. И, наконец, четвёртый пункт. Проверь себя, прочитай по слогам написанные слова. То есть опять прочитай как орфографически. И, что такое сравнивать, вот здесь бы неплохо было бы конкретизировать. Итак, вы поняли, что я не случайно дала вот эту памятку, памятки, потому что моя рекомендация прозвучит совершенно однозначно. Конкретизация нужна. И нужен выход именно на понимание детьми. То есть иногда даже на слаблеские, понятные дети. Вот оно, одно из упражнений для формирования орфографической зоркости, для формирования вообще всех орфографических умений и навыков. Это упражнение так и называется у нас в методике. Списывание с предварительной подготовкой. И вот здесь, я думаю, что сейчас уже многие скачали презентацию, могут сопоставить вот наши памятки, которые мы только что проанализировали. Здесь явная именно конкретизация каждого шага. Вот детально прописано. Я не хочу сказать, что вот эта памятка сейчас с первого и до последнего дня четвёртого класса должна висеть у вас в кабинете. Или в виде карточки находиться на столе у ребёнка. Что, кстати, вы уже поняли, это, да, это приём моей работы. Как только возникает необходимость, сразу памятка оказывается на стене. Потому что я должна видеть необходимость, потребность в этой работе, в работе с памяткой, чтобы дети не пропускали ни одного вот этого шага. Другое дело, что если мы вот эти все выполняемые действия уже осознаем, примем, они для нас будут привычны. Вот в таком случае мы можем многие из этих шагов переводить в так называемый умственный план. То есть мы можем по существу вот эту памятку сокращать. И она может быть сокращена до четырёх позиций. Но в четвёртом классе я бы настоятельно рекомендовала вернуться вот к этому формату изначально. И уже коллективно, коллективно вначале отработать все вот эти шаги, которые необходимо сделать ребёнку для того, чтобы списать правильно. Потому что многие задания ВПР, я повторюсь, но не могу об этом не сказать ещё раз, были связаны вот с этой формой работы. Нужно было выписать, списать и так далее. И в данных словах, словосочетаниях, предложениях, детьми были сделаны ошибки. Иногда были пропущены слова и так далее. То есть иногда было а-ля-баля. То есть вот со всеми этими позициями мы должны ребёнка ещё раз, ну что, познакомить многих, отработать. Прежде всего их нужно отработать. А затем уже сокращать. После того, когда мы поняли, что всё это отработано, мы даём возможность детям списывать и самостоятельно, и дома. Но сначала это должно быть коллективно и должно быть, конечно, в классе. Причём, почему я сегодня даю эту памятку? Да потому что это действительно, вот пока я говорила, вы её очень внимательно прочитали, и думаю, вы со мной согласитесь. Это не просто пункты плана, а они сформулированы именно так, чтобы было понятно не только то, что делать. Это очень хорошо понятно, и они разведены в позиции. Но понятно и зачем это нужно делать. То есть вот если мы будем использовать в своей работе, вот несколько, вводить в работу несколько упражнений вот с этой памяткой и работу с этой памяткой, ну, естественно, тексты и памятка должны быть готовы для учителя, учителя для данной работы, то мы не просто формируем грамотное письмо на уровне, так сказать, интуитивно-чувственном, но мы и формируем осознанность вот самого процесса списывания. То есть посмотрите, ведь пункты выводят нас, ну, соответственно, детей на опору, на зрительную память, на речи двигательную, когда читаем, он прочитывает неоднократно. Кроме того, посмотрите, у нас здесь не просто непроизвольное вот это запоминание вот этих позиций необходимых, для правильного списывания, но здесь и как обязательно включается позиция обозначения опасных мест, то есть орфограмм в слове, а это уже фундамент осознанного умения находить орфограммы в слове, ну и так далее. То есть очень важно правильно, ещё раз говорю, простроить работу вот с данной памяткой. Многие учителя, с которыми я встречалась, у них уже система работы, я думаю, вы сейчас видите на этом слайде, это вот некая такая вот слоговая структура слова. Любое, что только дети не пишут, они тут же сразу вот это обозначают ударениями, точками и подчёркиванием, соответственно, опасные места. То есть это тоже одно из упражнений, которое для детей стало необходимым звеном вообще письма, вот даже как. Что позволяет продолжить вот эту систему работы, преемственность этой системы работы по именно прочному, глубокому формированию орфографических навыков. Вот это могла не показать. И, конечно же, если вернуться к правилу, вот это у нас, помните, тот слайд очень важный, правилу как инструкции, правилу как алгоритму, шагам в определённом порядке, в определённой последовательности. Это вообще определённая последовательность действий, последовательность операций, которые должен выполнить пишущий для того, чтобы перевести звучание в положение, когда устанавливается письменный знак. То есть, ну, по существу, это поиск сильной позиции, если говорить научным языком, сильной позиции гласного или согласного звука. Или, как дети, это поиск проверочного слова. Так вот, если мы будем вот с этих позиций, начиная со второго класса, начальной школы, вот с этих позиций понимать правила, как вот своеобразную инструкцию по нахождению вот этой сильной позиции, вот то, что сейчас у нас здесь в схеме у Канакиной обозначено, то эта работа позволит нам выйти на такой уровень, когда мы вместе с детьми как будто вскрываем связи между отдельными правилами. Вот, что нам важно, вот к какому выводу, конечно, уже в четвертом классе, но мы обязательно должны прийти. Я еще раз говорю, вот эта работа начинается у нас со второго класса в курсе Валентина Павловна Канакина. То есть мы устанавливаем системность, мы по существу открываем детям, что орфография – это не свалка правил разнородных, которые мы обязательно должны просто вызубрить наизусть, а это некая система, где есть свои законы. И многие правила подчиняются одним и тем же законам. И мы сейчас вот это видим. У Челя, практикующего, я увидела вот такую схему, когда он вместе с детьми вышел на вообще осознание многих правил, который у нас обозначен вот здесь вот в предыдущем слайде. Вы видите, вот позиция вторая безударный, парный, непроизносимый. И уже не говоря вообще вот об этих правилах корна, имеется в виду даже части речи. То есть уже выход на обобщение и систематизацию на другом уровне, на уровне морфологии, когда мы в каждой группе слов, относящихся к той или иной части речи, по определенным позициям также подбираем проверочные слова. А по существу, как мы уже говорили, мы выполняем ту последовательность операции, чтобы перевести звучание безударно, слабо и так далее, в то положение, когда мы можем достаточно легко установить письменный знак. Не могла, не могла. Вот в четвертом классе, конечно, мы готовить детей вот к ВПР, вообще готовить детей к основной школе, конечно же, вот должны продумать эту систему работы по обобщению и систематизации всех орфографических наших знаний. Ну и вот та четвёртая позиция. Вспомните вот тот слайд, о котором я вам говорила. Сейчас я у себя в бумажках его найду. Важнейшее четвёртое орфографическое умение проверять написанное, осуществлять орфографический самоконтроль. Вот и тот, помните, проигранный момент. Все проверили, ты тоже проверил, то есть опусти голову. Вот сразу вопрос. Вот это вам нравится? Я думаю, что да, потому что мне это нравится чрезвычайно. Почему? Да потому что здесь мы видим вот этот рамгут. Простите, но я сразу просто словом обозначу целый блок работы, который мы с вами вот проделали. Здесь ребёнок по существу вот этот рамгут выполнял. Что он делал? Ш-ш-ш-ш-ш. Парный поглохости шу. Стоит перед гласным. Доверяю, пишу. Шубки, шубки. Ударный, он даже ударение здесь не ставил. Да и не надо. Это вообще особый, как у меня дети говорили, особый гласный звук. Он в любой позиции, заударных, предударных, он везде у нас обозначается буквой У. Так же, как и звук У. А вот следующий. Шубки, шубки, шубки. Перед согласным парным не могу доверять точку. Шубки, шубки. Так, перед гласным доверяю. Шубки, 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 шубки. Так, безударный не доверяю. Первое, он поставил вот эти точки, он мог поставить чёрточки, поскольку это опасные при письме места. А дальше он вторым чтением прошёлся ещё раз по этим опасным местам. А может быть и одновременно эта работа шла в шубке. И помните вот тот слайд, который был показан вот предыдущий. Объясни значение, почему мне очень нравится вот эта памятка учителя. Объясни значение с помощью другого. Шубка. Что это такое? Это маленькая шуба. Это очень легко сделать. Объяснить, то есть ответить на вопрос, ребёнок, ему всегда легче, чем подбери. Что это такое подбери? Я вообще слово-то не всегда понимаю, что такое подбери. Думаю, что вы тоже многие работали с такими учениками, которые вообще не понимают, что подбери. Они понимают, как в буквальном смысле подобрать вот с пола. Подбери. То есть объясни, что такое. Это легче. Маленькая шуба. Вот он это сделал, и он уже, подобрав вот это слово, как мы говорили, установить вот тот письменный знак, ему теперь достаточно легко. Он увидел, что он неправильно его установил. Он зачеркнул аккуратно и подписал. Ну, над буквой И поставлен вопросительный знак, потому что это второй класс, потому что ещё безударные окончания существительных не изучались. То есть как обозначается, какими буквами, это не было изучено. Соответственно, это осталось вопросом. Это, видимо, решение будущего. Замечательная работа. Вот это и есть проверка. Коллеги, почему я говорил, что сама проверка – это умение комплексное. Что здесь выполнил ребёнок? Он первое перетряхнул всё слово, то есть вот он, этот рангул. Он нашёл вот эти места для выбора письменного знака. Он соотнёс это с признаками орфограмм. Он выявил тип орфограммы. Он, соответственно, вышел на правило, прошёлся по той инструкции, которая должна была быть уже сформирована. И это он сделал для того, чтобы подобрать проверочное слово. То есть у него вот эти вот приёмы были. Всё! Вот она проверка. Вот если мы в четвёртом классе будем выполнять проверку, я не говорю, что вот постоянно, но вот коллективно вы как-то спланируете эту работу. Освежите вот этот навык самоконтроля, самопроверки у детей, но сначала именно в коллективной форме работаем. Если вы видите, что всё, дело сдвинулось, и дети теперь вообще понимают, что такое проверить, вот тогда вы можете себе станет делать. Потому что дети готовы не только к ВПР, но готовы к основной школе. Ну что, и, конечно же, я не могу не дать вам вот ещё неких рекомендаций, как теперь уже вам, учителям, проверять. Это то, чему меня научили когда-то замковцы. Вот какие могут быть приёмы-правки, которые работают на, опять же, формировании, пусть кто-то, допустим, не занимался этим или будет заниматься, вот сейчас не только учителя четвёртого класса сидят у нас тут перед экраном, над развитием орфографических умений, орфографических навыков необходимых. Это вот ваша работа. То есть не торопитесь всё исправить, всё обозначить, всё подсчитать и поставить отметку. Дайте возможность вернуться детям к своим работам и поискать в этих работах вот таким образом, как это обозначено было вот сейчас на предыдущем слайде. Вот эти ошибки. То есть проанализировать. То есть все вот эти четыре важнейшие орфографические умения, начиная с определения места, где нужно выбрать букву и так далее. Вот этой работой вы можете детям дать возможность пройти эту путь. И, конечно же, если ребёнок получил вот такую работу, где вместо исправления просто подчёркнуто слово. Вернись к этому слову. В этом слове у тебя ошибка. Только где я не обозначила. В другом, допустим, подчёркнуто слово, а на полях отмечен корень, да, знак корня. То есть в этом слове ошибка в корне. И так далее. Это то, что было обозначено у нас в предыдущем слайде. Конечно, ребёнок должен уметь с этим работать. И мы опять же коллективно сначала вот эти ошибки учимся искать. На одной работе сначала, которая общая у всех, я для этого, конечно же, готовлю материал содержания на уроках. Потому что сначала это нужно всё, все, весь этот путь пройти коллективно. Вот весь путь, который обозначен вот в этой памяти. Когда ребёнок уже понял, как с этим работать, он может поработать, допустим, с тетрадью соседа. Потом он может вернуться к своей тетрадью. Или это необязательно делать. Если дети четвёртого класса, они уже и к взаимопроверке, и к самопроверке, они об этом учителем привычны. Но то, что этот путь надо пройти, это уже даже не обсуждается. Ну и, конечно, что нам для диктанта дают особия издательства просвещения. Я постоянно говорю о сборнике диктантов творческих работ Валентины Павловны Канакиной и учителя, который постоянно сотрудничает с нею. Щёблева, вы здесь видите, у нас обозначены два автора. Это тот сборник, который поможет вам вводить в работу разные виды диктанта. Это и письмо по памяти, это зрительные диктанты. Это очень важный момент. Это комментированное письмо, которое вводится уже на этапе, самом начальном этапе, допустим, освоения какой-то темы, орфограммы и так далее. Это предупредительные диктанты. То есть это тоже один из первых этапов освоения орфограммы. А объяснительные – это один из последних этапов. То есть на каком этапе освоения темы, на каком этапе урока удобнее использовать тот или иной вид диктанта. Обо всём об этом пишет Валентин Павловна в первой части этого сборника. Стоит того, чтобы оживить, освежить в своём сознании, в своей памяти вот те методические позиции, которые нами когда-то осваивались в высшем учебном заведении. И правильно использовать эти диктанты, потому что очень много уходит из нашей учительской памяти, к сожалению. Об этом показали мои живые встречи с учителями. Вот конкретно по этим видам диктантов. Настоятельно рекомендую это пособие. Конечно, пособие комиссаровые. И я не буду сейчас из-за нехватки времени анализировать каждое из предлагаемых вот в этом разделе орфография, пунктуация заданий. Я обращаю ваше внимание на первое задание. Вообще удивительное задание, которое мы используем крайне редко. Выпиши слова, в которых выделенная буква является орфограмма. И мы уже видим, что это может быть или буква К в слове «сказка», или буква А в слове «схватить», или буква Г в слове «ногти», или буква Е вторая в слове «деревья». То есть мы видим, что здесь есть некие ловушки. Но эти задания позволяют детям фрагмент вот этого рангута здесь обязательно провести. А можно это задание вы тут же сразу, конечно же, вы все люди творческие, можно ещё более усложнить и дать детям, ну, не 20, не 15 слов, а меньшее количество слов. И причём слова, в которых есть орфограммы, а в которых нет орфограмм. То есть это те слова, которые предполагают однозначное написание букв, обозначение этих букв, однозначно буквами соответствующими. Подготовьте сами. И пусть дети, вот столкнув эти слова, проведя теперь уже полный, вот этот, помните, я его условно, конечно, обозначаю для вас, рангут, они найдут и выпишут те слова, в которых есть орфограмма, и поработают с ними, соответственно, обозначат. Если вы на своих уроках, а я думаю, что вы сейчас все, особенно в четвёртом классе, вы выводите на требования основной школы, чтобы дети умели правильно обозначать орфограммы, допустим, орфограммы, прописание безударных гласных корней, это обязательно корень, это обязательно ударение, это обязательно одно и двойное подчёркивание, это ударение. То есть это то, что нужно нам делать. Вместе с детьми. А это для ознакомления, какие модели заданий даёт Комиссарова вот в этом разделе. На что хотела бы ещё обратить ваше внимание особо сегодня, говоря именно о первом дне всероссийской проверочной работе, то есть о диктанте, вы хорошо сказали, и будем говорить сегодня вот о втором-третьем задании. Ну, казалось бы, дело в том, что когда проводилась у нас апробация 15-го года, это было одно из проблемных заданий. То есть процент успешного выполнения составил 61 балл. Ну, маловато, согласитесь, для того, чтобы найти в тексте предложение с однородными членами, выписать это предложение и подчеркнуть в нём однородное сказуемое. Именно так звучало это задание и в 15-м году, и, соответственно, в 16-м уже в ВПР, и в 18-м, и вот всероссийские проверочные работы до 18-го года не изменились. Почему? У нас в 18-м году этот процент увеличился, но составил только 76%. Почему не 92? Почему не 95? Ведь мы сосредоточили свои усилия на однородных членах. Мы поняли, что это тоже очень важный момент, чтобы дети умели вот это находить, там ставить запятые и так далее. То есть выходили на необходимые планируемые результаты, связанные с этой конкретной темой русского языка. А вот вам ещё одно. То есть первое, это кто-то недостаточно освоил эти планируемые результаты. Это всегда было, есть и будет. Но очень большая группа детей, у которых незасчитанно было успешным это задание, потому что они не умело поработали с инструкцией. Итак, они нашли предложение с однородным рассказом? Да, они его нашли. Они его выписали? Да, они его выписали. Здесь, кстати, были сделаны ошибки. Вот, то, что сразу снизило результат. А вот третья позиция, вспомните сразу, режим работы, пункта проката, это то, о чём я говорила в самом начале нашего разговора. Подчеркни, они упустили. Соответственно, это задание не было выполнено успешно. Или давайте смотрим на третье задание. А оно вообще у нас многоэтажное. Вот это даже зрительное, визуальное деление этого задания, это некая такая усложняющая форма восприятия, которая потом проявится, соответственно, в успешном или неуспешном выполнении этого задания детьми. Здесь я могу сказать о чём. Оно состоит явно из двух частей. Вот видите, две части. И первое это выписать. Шестое предложение. Отчитали, выписали. У некоторых детей, ну и очень большой группы, всё-таки вторая вот эта часть была опущена полностью. Кто-то подчеркнул главные члены. И сразу вопрос, как подчеркнуть? Да, и вы там за кадром уже ответили. Подчеркнули одной чертой. Ну как подчеркнули? Если вот предыдущее задание «Подчеркни однородный сказуемый», здесь была сделана та же ошибка. Подчеркнули однородный сказуемый, но как? Одной чертой. И это задание не было учитанным. Как третье задание? Вторая позиция у многих была упущена вообще. Надпиши, какой частью речи является. У другой группы детей надписали часть речи где? Да, и вы уже там за кадром ответили. Над только главными членами предложения. то есть какой частью речи выражены главные члены предложения. То есть это вот та проблема, о которой я хочу сейчас, конечно, поговорить более основательно. Это работа с инструкцией. И вот здесь мы должны помочь детям, помочь воспринимать задания всероссийской проверочной работы, которые даже визуально нам здесь дает некие вот кочечки, фишечки, которые помогают на чем-то опираться, на чем-то сосредоточить внимание. И на чем? Это на выделенном жирным шрифтом слова. То есть посмотрим вот предыдущее задание. Вот они шаги. Что мы должны сделать, дети? Первое, что сделать? Найти. А что будем искать? Найти в тексте предложение. Не в словах, а предложение. А что за предложение? С однородными членами. Какими? Сказуемыми. То есть каждое слово по существу в этой инструкции является ключевым. И мы должны по этим ключевым словам прогнать, простите, но именно пройти с детьми вот этот путь. Эту цепочку выстроившихся ключевых слов. Вот это первый шаг мы только с вами, дети, сделали. Второй шаг. Ну-ка смотрим, где подсказка. Выпиши. А что выписали? Выписали предложение. Вот то, которое мы только что нашли. Вот мы его выписываем. А вы помните, как мы должны выписать? Мы выходим на памятку списывания. Вот это наполнение работы с инструкцией. Обязательно в четвертом классе. И так необходимо, конечно, начиная с первого класса. А что еще мы должны сделать? Подчеркнуть. А что подчеркнуть? Однородные сказуемые. А как подчеркнуть? И мы выходим на схему по существу. То есть схематичное изображение однородных членов, которые уже детьми усвоены. То есть если это сказуемые, то это конечно же двойные наши линии, которые обозначают еще и сколько этих однородных сказуемых. В кружочке или там у кого-то там по-разному. Тут я уже, поскольку у нас разные учебники, то соответственно учитель готовит в соответствии с авторской позицией своих детей. Но все равно мы выходим на единую схему подчеркивания однородных сказуемых. в этом записанном предложении. То же самое по третьему заданию. Вот они наши шаги, чтобы ребенок вот эти три шага для себя видел, на них ориентировался и соответственно ориентировался на те ключевые слова, которые он должен определить уже конкретной инструкции, конкретного шага. А этому мы учим ребенка работать с инструкцией. Вот это по существу вот видите найди, выпиши, подчеркни. Конечно этот материал, это содержание учитель должен подготовить для коллективной работы. Это уже понятно, тут методика не обсуждается, она у нас единая. Затем она становится только работой для группы, затем она только может стать работой уже индивидуально, самостоятельно каждого ребенка. Что дает нам комиссарова? Вот она дает нам по существу возможность, пусть здесь немножко другая формировочка, но выделенная жирным шрифтом и та же работа может быть проведена с ключевыми словами. Это в ее пособии. ну а теперь я хотела бы обратить ваше внимание после вот этой инструкции конечно же на планированные результаты, которые уровень освоения освоения которых мы определяем исходя из того, как выполнят задания дети. К систематизации и обобщении этих умений, навыков, знаний предметных конечно же мы должны готовить. и здесь вот те тренировочные задания конкретного раздела, которые предложены Людмилой Юрьевной Комиссаровой в ее пособии. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, как вообще строится еще раз повторюсь вот это пособие всероссийские проверочные работы русский язык рабочие тетради Людмилой Юрьевной Комиссаровой. Итак, была диагностическая работа, вы помните, и наконец пошли вот эти блоки конкретных разделов русского языка. То, что и изучается по любому ОМК, то, что входит как содержательные линии нашей примерной основной образовательной программы по русскому языку, да, в образовательной области филология, и то, что обязательно у нас обозначено в планируемых результатах. И, соответственно, входит в задание всероссийских проверочных работ. Как же выстраивается вот этот блок? Откройте и увидите, что многие задания, вот здесь я их не могу все обозначить, только одно, да, вы видите, пропущено второе, третье, они по существу у нас некий единый сегментик. маленький блок, который, формулировки которых, вот задания у нас практически идентичны. То есть, нужно из этих предложений выписать главные члены. То есть, вот этот сегмент направлен на то, чтобы я, как учитель, вот, даю задание и вижу, насколько в классе, вот, допустим, в декабре месяце уже у детей сформировано вот это умение определять предложение, находить, видеть, ну, слышите, более сложный уровень, главные члены. учебники. Но мы даем это задание. У нас оно очень часто, вот если проанализировать, даже разные учебники, я не говорю уже об учебнике Валентина Павловна Канакина или учебник ОМК Перспектива русский язык. Во всех учебниках у нас эти задания входят. Давайте посмотрим, что здесь предлагает комиссарам. Да, она дает возможность усложнить. Она дает возможность учителю дать короткое предложение. Посмотрите, они по пять слов, во всяком случае, вот в этом первом упражнении. Там дальше будет, конечно, чуть сложнее. Но она усложняет их чем? Да, здесь у нас по существу происходит некое столкновение именительного венительного падежа. У нас по существу омографы, если так условно сказать, потому что окончания одинаковые. Падежи разные. Окончания одинаковые. Тайные льды, что здесь у нас может быть главным членом? О! Она дает возможность вчитаться. Это очень короткое предложение и по существу вот работать над развитием навыков смыслового чтения. Мы только по смыслу можем определить, что здесь у нас будет главным. Льды или тайны. Вот, пожалуйста, это то, что предлагает Комиссарова. Это один блок заданий. Если у нас здесь все прекрасно, и дети вот не путаются, вот даже вот в этом таком вот нескольки неоднозначном смысле, как предлагают авторы вот этой системы особей всероссийской проверочной работы пощупали, все прекрасно, идите дальше, не сидите. Ко второму или к третьему упражнению вы можете вернуться в другом месяце. Только там не забудьте в рабочие планы свои тоже вставить, обозначить. Это нужно пройти по рабочим нашим планам четвертого класса. И, ну, словно выражаясь, пораскидать вот эти упражнения уже при изучении разных тем, которые входят в содержание курса четвертого класса русский язык. Далее вот это первая ступенька была. Итак, главные члены предложения хорошо, разобрались, переходим на следующую ступеньку. А следующая ступенька это уже однородные главные члены. Потому что здесь у нас сталкиваются и сложные предложения вот в этом четвертом упражнении вы видите. Здесь у нас есть и простое предложение здесь есть однородные сказуемые, здесь есть однородные подвижащие вот разные предложения. Но мы должны выписать именно предложение с однородными главными членами. Пока видите, главные члены мы столкнулись со сложным предложением и с простым предложением условно. То есть развести вот это нужно нам. то есть выйти на уже тип предложения. Ну что, какой следующий блок, какая следующая у нас ступенька? Это, конечно же, нужно теперь столкнуть однородные главные члены предложения и однородные второстепенные члены предложения. то есть но сложные предложения постоянно будут, как вот этот усложняющий данное задание момент. Позиция важная тоже по мысли Ленина Комиссарова. Это у нас третья ступенечка. Следующие у нас вот идут одинаковые вроде бы, ну, почти одинаковые задания у нас. пятое, шестое. Тоже, как я выразил до этого, пощупали. Всё прекрасно, идём дальше. Если не прекрасно, значит, на этой ступенечке будем тормозить. Затем мы работаем не только с однородными главными членами второстепенными, но мы ещё и включаем, подчёркиваем это вот необходимое следующее звено, которое не присутствовало в предыдущих заданиях. Почему оно будет более сложно. Почему это следующая ступенька? Мы понимаем, потому что это уже задание у нас получается многоярусное. То есть ребёнок не должен выпустить вот одну из этих позиций. А при этом мы, конечно же, будем работать с инструкцией. Вот так, как говорила об этом ранее. То есть овалом будем выделять вот те шаги важнейшие. Может быть, подчёркивать ключевые слова, но с инструкцией мы будем продолжать обязательно работать. Естественно, выходить вот на эти схемы. Следующий момент. А следующий момент. Мы уже работаем со знаками припинания. Вот это восьмое, девятое упражнение, то есть включение почти однотипных заданий. Здесь мы работаем с опознавательными признаками орфограммы. Здесь один из опознавательных, на что дети обычно реагируют, это союз И, или его отсутствие, это уже сложнее, то есть в этом случае постановка знака припинания. Здесь есть и однородные сказуемые, вот, допустим, восьмом упражнении, но нет союза и. То есть вот нужно поставить запятую в этом случае и обосновать, и устно объяснить свой выбор. И, конечно же, вот то, о чем я говорила в самом-самом начале разговора, а устно объяснить и обосновать поможет схема предложения. Это по существу сжатое высказывание в виде схемы. Вот на это, конечно, можно веке сориентировать. Или вот следующий блок упражнений, вот, начиная с десятого, там, где у нас будут расставлены автором ловушки, где предложений с однородными членами скажу нет запятой, потому что есть уже союз и. То есть это отличие от предыдущего блока. Вот сталкиваем, идем вот по вот этим ступенечкам, как я еще раз выражаюсь, прощупывая, мы определяем вот эти трудности, проблемы, определяем задачи для нас, для учителей и для детей, конечно же. Что еще не все, это еще не все, вы видите, вот, то есть очень такой большой блок тренировочных упражнений, не самый большой, потому что действительно емкое вот это пособие. И я думаю, я дала вам сейчас представление о том, насколько эти задания не повторяют друг друга, насколько эти задания ни одного типа, насколько они разные по тому, на какие даже планируемые результаты конкретно вот этой темы мы обращаем детей, настраиваем детей, акцентируем их действия. То есть здесь у нас и возможность конечно провести распределение, выписку и так далее. Вот это мы тоже все должны иметь в виду. Конечно же, для того, чтобы подготовить ко второму и третьему заданию всероссийской проверочной работы, нам необходимо обратить детей к тренировочному блоку части речи. Вот об этом тоже буквально несколько слов. Мы видим, на что здесь ориентирует комиссарова, она даже вот зрительно над каждым словом вот эту черту проводит. То есть она могла как выстроить здесь задание? Она могла над каждым словом и дать это предложение, что мы чаще всего и делаем. Коллеги, воспользуйтесь вот этим приемом, который рекомендован автором. То есть над каждым словом вот эта черта, то есть это непреднамеренное по существу запоминание того, как выполнить вот подобное задание над каждым словом. Я сразу вспоминаю своих детей с трудностью, с трудностями обучения. Вот для них бы, конечно, вот этот прием просто был бы классным, эта работа. Это предлагает нашим автор всероссийских проверочных работ. Конечно, не могу не сказать о пособии Марине Ивановны Кузнецовой готовимся к всероссийской проверочной работе. Да, здесь нет вот тех формулировок, которые приближаются к формулировкам всероссийских проверочных работ. Да, здесь нет вот всех заданий, которые есть во всероссийских проверочных работах. Но здесь вот те тренировочные блоки, которые помогут учителю систематизировать и обобщить знания по каждому разделу русского языка, по каждому планируемому результату даже. Вот проверь, умеешь ли ты находить предложение с однородными вещами. это по существу планируемый результат. Вот выполнить эти задания, которые, обратите внимание, у нас дифференцированы еще и по тому, на какой уровень они сориентированы, то есть повышенный, базовый. И ты уже определишь, ты умеешь или не умеешь. А поможет тебе определить, помогут определить ключи, которые находятся во втором разделе вот этого пособия, где ключи практически к каждому ответу, плюс еще и комментарии к особо таким корявым заданиям, так сказать, которые трудны для осознания детей, детьми. И, конечно же, комментарии очень полезны родителям. Это очень хороший момент, который, допустим, помогал в моей работе. Снимали половину нагрузки с меня, потому что я сразу отсылала комментарии. Если после этих комментариев еще возникали вопросы, вот тогда включалась я. А так очень хорошее в этом отношении. И что еще? Они разные по, опять же, форме выполнения, то есть это тестовая форма чаще всего, потому что и она очень хороша вот для экономии времени, для того, чтобы наиболее оптимально использовать рабочее время урока. Вот они наши ответы и комментарии. Это вы посмотрите уже для того, как мы с вами закончим разговор. Что еще вот здесь очень хорошо в этом пособии? Допустим, мы берем тренировочный вот этот блок из комиссаровского пособия, пособия Людмилы Юрьевны Комиссаровой. Мы отчасти для некой такой оптимизации даем задания Кузнецовой из ее пособия. И после того, как вроде бы мы уже все очень хорошо в течение года поработали с вот этим блоком, все, наверное, я в феврале уже, наверное, закончу. Что мне нужно? Мне нужно дать мини-работу, чтобы понять, я вот как учитель, я отработала это, или у меня есть еще некие задачи, потому что есть дети с проблемами, трудностями и так далее, которые вот это мини-работа вывели. А мини-работа может быть проведена как на уроке в виде нескольких заданий, как самостоятельно на дом, но только самостоятельно, здесь мы работаем с родителями, понятно, то есть это я даже не буду об этом сейчас говорить, только в этом случае, но она покажет мне, есть у меня проблемы или нет проблемы, соответственно, моего детей. Если нет, все, задача шага решена, я перехожу к следующему шагу, а это, допустим, будет раздел звуки рук. и работаю вот точно так же отрабатываю, вернее, дорабатываю, потому что со звуками и буквами я тоже работаю в течение совершенно верно года. Вот, коллеги, об этом, конечно, очень серьезный разговор, я думаю, что еще у нас состоится, о рабочих программах учителя на четвертый год обучения детей русскому языку. У меня работа тоже есть карточки самопроверки, чем я могу воспользоваться не только с ответами, но и, конечно же, с комментариями. Если уже совсем нам дотошно подходить вот этой системе работы, как ее вот встраивать в другие темы, я сейчас говорю все про пока тему однородные члены, предложения, вот как это выстроить на несколько месяцев, вот как, посмотрите, 32-е упражнение из второй части учебника русский язык Валентины Павловны Канакиной четвертого класса, это практически самое начало второго полугодия, посмотрите, мне совсем не обязательно брать для работы, все это упражнение, мне достаточно будет пятого. А к нему я присоединю еще несколько заданий, потому что мне очень хорошо не только здесь поработать с однородными, допустим, какими-то там, извините, вообще с прилагательными там, потому что это из раздела имя прилагательное с него начинается второе полугодие четвертого класса в учебнике Валентина Павловна Канакина, но здесь хороший переход на однородные члены. Вот, в данном конкретном случае однородные сказуемые. Или, допустим, из того же, из той же темы имя прилагательное второе полугодие четвертого класса восемьдесят девятое упражнение, вы посмотрите, здесь у нас капли, которые образуются и оседают, опять однородное сказуемое. Но что опять интересно, здесь вот второй овал, посмотрите, крохотные бисеринки лежат, они играют. То есть, ребята, а как нам вот из двух предложений сделать одно? В этом случае мы да, объединяем, у нас опять получаются однородные сказуемые. Коллеги, то есть, вот эта система обобщения, систематизации знаний по теме однородных членов предложений, она реально может быть обозначена вот содержанием учебника, в данном случае Валентина Павловна Канакина, и будет вот той опоры для работы с рабочей программы учителя четвертого года обучения русскому языку. Что включается? Конечно же, рабочие тетради. И я здесь вот даже вот три овала это мало. Вот вы на досуге посмотрите сами задания этого раздела, вы увидите, что они представляют систему, которые следовало бы пройти и соответственно выйти на те уже направления, обозначенные заданием всероверочной работы. Это тетради учебных достижений, которые также могут быть и должны быть одним из звеньев в этой системе работы по подготовке к всероссийским проверочным работам по-русскому ГИКу. Это конечно же пособие проверочной работы. Сейчас говорю о пособии Валентины Павловны Канакиной. Видите их, здесь они представлены в виде задания на наших слайдах. И вот эта тестовая форма, о которой я уже говорила, она может быть привлечена на любом уроке, который был обозначен как учебник второго полугодия четвертого класса, или других, любых других уроков, которые планируете как уроки знаковые для обобщения систематизации знаний по теме однородного члена предложения. И конечно же, у нас в классах есть дети одаренные, которым нужен материал другого уровня, который их будет цеплять, который будет их интересовать, который может быть даже будет труден для них. И здесь я опять выхожу на вот этот сборник диктантов и творческих работ. Мы все говорим сейчас по вот этим второе и третье задание. Однородные члены предложения. Посмотрите, задание творческого характера везла только вот этот раздел. Вот раздела однородные члены предложения данного сборника раздел четвертый класс у Валентина Павловна. То есть посмотрите выход на однородные сказуемые, выход на творческую деятельность, выход на речевую деятельность. Пятое задание это вообще выход по существу возможен на интерпретацию, если я вот так поверну это задание, вставить где нужно пропущенные запятые и подписать необходимые союзы, необходимые исходя из смысла, смысловое чтение. Это не только смысл, я и говорю, его нужно обязательно провести через свою речь, то есть через интерпретацию, выход возможен на жизненную ситуацию, это уже пятнадцатое задание всероссийской проверочной работы, вот это только то, вот просто по поверхности, что я могла бы как учитель, практик, увидеть вот в этом пятом задании данного сборника витата творческих работ и так далее. Просто замечательное девятое, которое тоже выход на текстовое умение и опять вот здесь оно просто многоярусные наши задачи как педагогические так и методические учителя при организации работы с данным заданием и так далее. вот все о чем сейчас я говорила, вот все пособия, вот их пальцев одной руки наверное не хватит, чтобы вот перечислить опять, вернитесь потом к этой части презентации, очень много кто-то скажет, ну и зачем мне так много и как я с этим буду разбираться, почему я сейчас говорила вот об этих обо всех пособиях, да мы будем выбирать, это однозначно, у меня на уроке не больше трех заданий, потому что если и будет шесть, значит я по поверхности иду, значит я не иду вглубь, значит у меня задания немного аспектные, это то, о чем я говорила, это требования обязательные сегодняшнего дня, почему не формировать стереотипы, вот почему их много, они должны быть разными, типы, виды заданий, формы выполнения даже заданий должны быть разными, для того, чтобы переводить знания и уже может быть сформированные умения применения в других условиях, необычных, уйдет. Продолжение следует...